Кто может вспомнить? Что Библия говорит об общей молитве? О, отлично! Что Библия говорит об общей молитве? Какие, понимаете, мы, кто был в прошлый раз, мы рассматривали, что есть молитва личная, это когда я лично с Богом общаюсь, есть общественная молитва, да, то есть, например, в основном общественная молитва встречается где? В исторических церквях, вообще в церквях. Но когда ты человеку говоришь, там, давай помолимся, он такой раз и растерялся, как это, что можно вне храма молиться, вне церкви нужно молиться. И мы говорили, что в основном, когда мы говорим об общей молитве, то есть церкви, где это обращается, а есть церкви, в основном протестантские, реформаторские церкви, где обращается личная молитва. Мы в прошлый раз говорили как раз о молитве общей, насколько важно вместе собираться, вместе молиться. Об этом была тема. Друзья, кто может вспомнить основные тезисы? Что мы читали? К чему мы пришли? Основные тезисы. Кто-то может, даже если вы делали запись, то можете... Когда мы молимся вместе, то Бог действует более интенсивно. Да, я буду повторять, потому что у меня здесь микрофон. Когда мы молимся вместе, Бог действует с большей силой, то есть общественная молитва, вот мы действуем, да, еще, пожалуйста. Потом здесь двое, двое, там, вот эти нас собрали. Вот, упоминали. Потом было, зачитывали там, где, когда они собрали день десятницы и молились, как там тоже было движение, общая молитва, что прошло пробуждение, сказано, что вдруг было то место, получается, так что... Такой план. Да, то есть у нас был такой пример, когда собралась церковь и запретили апостолу Петру проповедовать, сказали, все, об имени Иисуса мы тебя запрещаем, то он, когда пришел в церковь, было собрание, то есть такая домашняя, как наша, такая группа, он говорит, представляете, мы запретили его искусилистия проповедовать. И написано, церковь начала молиться, и начали вспоминать библейские тексты, и в конце молитвы написано, исполнились и Духа Святого, и пока любала земля, было землетрясение. Ну, кстати, вот в пятницу, когда мы вместе собрали землетрясение, слава Богу, не было, потому что наши дома так сделаны, что им еще и землетрясения не хватало, чтобы они вообще там все рассыпались. Но вот такое наполнение Святым Духом чувствовалось, да? Да, имени. Я не знаю, друзья, как мастер, мы так почувствовали, что Господь нахолнил наше сердце, и мы так хорошо помолились, пообщались, и общественная молитва дает такой эффект, наполнение. Даже ответ на молитву был, вообще, слава Богу. Да, кстати, вот твоя листья. Я выражал благодарность вначале, то, что там просто были нюансы с женой, и она со мной вообще не хотела общаться. В пятницу собрались, помолились, и в субботу сама вышла на общение. Вот, слава Богу. Спасибо большое, Иван. Да, я видел. В общем, было приятно увидеть, что Господь отвечает на молитву. Мы потом, да, говорили, так что слава Богу. Друзья, смотрите, давайте перейдем к следующему теме. Тема, в общем, достаточно интересная. Кстати, никто не знает, откуда эта фотография, вообще, что это такое? Принц Датский, наверное. Да, то есть это Шекспира произведение. Быть или не быть, в общем, вопрос. И вместо этого смайлика должен был быть черепок, но как бы смайлик смотрится интереснее. Сегодня тема будет нашего общения, будет праздновать или не праздновать, в общем, вопрос, какие праздники следуют празднущик христиан. Вы знаете, какой сегодня праздник. Празднуется, празднуется. Интересно, что... Вы знаете, какой, кстати, завтра празднуется праздник в Европе? Да. Вы знаете, завтра? Знаю. Какой? Не знаю. День умерших. Святых. Как бы всех святых. В Польше всех святых. Да, это католический праздник, который называется праздник всех святых. Католический праздник. Но и не только, кстати. Есть еще этот праздник, который празднуется в других церквях, не только католических. Вот. Мы немножко об этом сегодня поговорим. 1 ноября – это праздник всех святых. А вот. А еще один праздник, который празднуется в протестантском мире. Это ранее. И в Германии. Да. Кстати, в Германии это национальный праздник. В этот день никто не работает. Вы знаете, какой праздник празднуется завтра? 1 ноября. Праздник реформации. Праздник реформации, когда Лютер прибил 93 тезиса к двери церкви о том, чтобы реформировать католическую церковь. И это в Германии, которая считается лютеранской страной, протестантской страной, празднуется как национальный праздник, где Реформация Лютеранская церковь, и она считается официальной. Вот у нас тут Амгликанская церковь, в Германии Лютеранская церковь. И там... Только в Пр Naomiònе. Но это национальный праздник в Германии. То есть, когда-то Бог мне дал. в 2017 году попасть в Германию, меня пригласила по церковь преподавать русскоязычное. И вот 31 числа мне говорят, Сережа, вы готов сейчас будут выходить халавин. Говорят, ну 1 ноября это праздник реформации, крестьянский праздник. И на самом деле такое было национальное торжество. Люди праздновали. Хорошо, друзья, будем сегодня об этом еще говорить. Вообще о праздниках. Мы не будем говорить про халавин, а вообще будем про праздник. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что вообще такое праздник? Вот дайте формулировку понятия праздника. Кто хотел бы поделиться? Вот назад, кстати, руку тянет, может даже к микрофону подойти сюда и сказать. Что по-твоему обозначает сковород праздника? Праздник это? Это, ну, как большой сюрприз, когда и у нем есть очень много радостей. О, спасибо большое. Большой сюрприз, где много радостей. Что еще? Что еще такое праздник? Савия, пожалуйста, тебе ствол. Праздник это, когда много людей собирается и что-то празднует. Отлично, хорошая мысль. Абсолютно верно. А еще? А, давай, олезочка туда на микрофон. Праздник это что это? Спасибо. Спасибо, мы все поняли. Праздник это Праздник это напоминание о каком-то событии. О, хорошо. Абсолютно согласен. Мне вспоминается один момент. Меня слышно? Да, да, слышно. Меня слышно? Ветхий Завет, праздник Пасхи. На Пасху у самого младшего и самого старшего было две задачи. Самый младший должен был обязательно спросить, папа, а что мы празднуем? А самый старший должен был рассказать им историю о том, как Бог вывел их из Египта. Это то, что нам, что мы празднуем, чтобы напомнить о каком-то... Держил, спасибо большое. Друзья, смотрите, формуле Вуху взял его из Википедии. Праздник это отрезы крылья выделены в календаре в честь чего-либо и в кого-либо имеющие сакральное священное значение и связанное с культурой или религиозной традицией человеческой. То есть это какой-то отрезок времени выделено в календаре в честь чего-то или кого-либо имеющее значение. То есть выделить что-то. Ну, мне кажется, что на английском языке полный день, вообще святой день. Смотрите, еще интересен такой момент. Опять же таки, люди часто, ну, как бы нас не учат, что такое праздник, и мы часто даже не знаем, что вообще это такое, а для чего их праздновать, а какие хорошие праздники и плохие праздники. Вот об этом как бы вот мы сегодня пытаемся поговорить. Какие бывают праздники, для чего их праздновать? Пожалуйста. Бывают праздники, например, Иисус родился, и, например, есть праздник Родистов, потому что Иисус родился, и есть праздник Пасха, что Иисус в своей жизни, Он умер на кресте, чтобы нас всех спасти от греха, например. Ага, отлично, спасибо. То есть, это какое-то памятное событие, да, то есть, например, мы берем Пасху и Рождество. Еще, какие бывают праздники, для чего их праздновать? Какие праздники бывают? Бывают государственные праздники. Государственные, ага. В каждом государстве не совсем одинаковые, не всегда, но в основном это Новый Год, Рождество, если это христианская страна, если мусульманская, там свои праздники в разные другие дни, как, например, в Китае или в Мехико, Мексике, Новый Год по-другому празднует, по другим календарям своим, исчисление идет. Ну, праздник, это еще, наверное, день нерабочий, конечно, как всегда, или другого цвета в календаре. Вот, если попадает в рабочий день, это красный, это как бы связано с застольем обязательно, с песнопением, с танцами, с демонстрацией, да, с красивой одеждой, или как бы, если на Новый Год, карнавальными костюмами, шутками, песнями, если это религиозные, то это, конечно, как София сказала, рождение Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа, это главные праздники, вот, христианские. Да, абсолютно верно. Там еще София что-то хочет добавить, пожалуйста. И еще есть какие-то праздники, как они празднуют, например, в Ирландии Святого Патрика, например, Святого Джорджа, и Святого Дэвида, и Святого Андрея. То есть это больше такие религиозные праздники, либо, либо это то, что говорил Василий, это государственные праздники, то есть это какое-то историческое событие, да? А Святой Патрик, например, никто не помнит, Святой Патрик, почему празднует Святого Патрика? Это клевер. Это клевер, это символ, никто не помнит, почему Святой Патрик празднует Святой Патрика. Это во имя Святого, который евангелизировал или привел христианство в Северную, в Ирландию. Абсолютно верно. По-моему, в V веке, если я не ошибаюсь. Да, в Ирландии, ну, это не Северная, это Ирландия. Значит, выкрали или украли мальчика или молодого человека, он попал туда, он, я так понимаю, воспитывался в христианской семье. Он вырос там, в Ирландии. И вот, когда он вырос, насколько я помню эту историю, он начал там проповедовать про Иисуса Христа и в результате языческое, вот этот остров стал христианским. И вот, празднуется, значит, ну, по сути, как миссионер там был. Хорошо, друзья, смотрите, тоже такой немножко добавлю, поэтому культурные праздники, обозначенные рамкой культуры, традиции, привязанные к памятникам, там, личности, бывает семейные. Кстати, бывают семейные праздники, которые празднуются в кругу семьи. Вот какие, например, семейные праздники обычно празднуются? День свадьбы. Свадьба. Годовщины. Годовщины, да. Потом, смотрите, бывают семейные праздники, общенародные праздники, международные праздники. То есть, например, в каком-то народе празднуется этот праздник, в этом народе он не празднуется, да? Теперь, это то, что касается культуры, но культурные праздники, они также могут быть и религиозные праздники. Вот. Культурные праздники могут быть Бывают государственные праздники. Бывают и религиозные праздники, и государственные праздники. Смотрите, но бывает, что культурные праздники, они тоже могут быть и не государственные. Просто какое-то событие, там не делается какой-то особый день, выделяется. Это понятно. Смотрите, второй праздник. Мистический или религиозный. Обозначенные рамками религиозной традиции и веры, привязанные к определенной религиозной языческой культуре, отмечая памятное событие, дату увеличения. И они бывают также в рамках отдельной культуры. Вот. Тоже такой момент, например, ну такая, допустим, это не совсем, конечно, ну он как бы, может быть, имея какие-то религиозные корни, например, День Святого Валентина, да? Или там, как это, как это говорят, Святого Николая, да, там праздник. Ну, по сути, как бы, раньше не праздновались вот в наших краях такие праздники, да, но и мало-помалу как бы их начали прививать, и одни люди уже празднуют, кто-то не празднует. Но есть, например, тоже мистические религиозные праздники. Вот, например, смотрите, религиозные праздники мистические, они тоже делятся на подгруппы. Вот, вот, смотрите, религиозные мистические праздники, они делятся, ну, по крайней мере, на три подгруппы, вот, которые я могу выделить. Первый – библейские праздники, то есть это, они берут свое начало в текстах Библии, в основном встречаются в иудаизме и христианстве. То есть библейские праздники празднуют и иудеи, и христиане, да, хотя иудеи – это не христиане. Например, есть не библейские праздники, берут свое начало в священных книгах разных трезвездных групп. Например, встречаются в отделе христианской церкви, в исламе, в буддизме, в индуизме, то есть, если надо, например, приедем в какую-то страну, там, вообще, там, не христианскую, например, в Индию, или там, там, одни праздники, в Пакистане другие праздники, религиозные, да, и языческие праздники – это мистические верования народов, которые берут начало в грустных традициях Пакистов. Например, Хэллоуин, Гробки, вот Гробки, например, знаете, да, вот Гробки – это праздник. Вот, например, кто знает такой праздник, ну, как бы праздник или памятную дату Гробки? Не знаете Гробки? Мне у нас очень сильно в Украине распространено. Никто не встречался с Гробками, нет? Это 1 ноября все ходят на кладбище и поминают, как бы, погибших. Ну, умерших, не погибших, а покойных. Вот, как бы, умершие души, получается, успокаивают. Это, как бы, традиция такая. Ага. Вот я знаю, что некоторые празднуют Гробки – это наследие через 9 дней после Пасхи. Да. Вот, то есть привязали к Пасхе, что Иисус являлся учеником после Воскресения. Это такое соединение, такой языческой традиции, значит, вспоминания мертвых и Пасхи. И вот идут люди, значит, на кладбище. Ну, кстати, может, что-то… София, ты про это хочешь сказать? Нет. А, давай я сейчас закончу туда, и ты, я тебе там взлом. И вот, например, вот часто можно такое встретить вещь, как, например, дети ходят, конфеты собирают. А люди сидят за столом, выпивают, ставят, там, этот, ступочку водки к умершему, там, вот, и потом уходят. И алкоголики после Гробков ходят и добивают всю водку, которая там осталась на этих могилах стоять, значит, и у них праздник. И они потом конфеты собирают. А, и конфеты еще оставляют тоже на могилах эти. И вот есть такое поверье, что в этот момент, как бы, ходят умершие родственники, они бьют эту водку там, они вместе с людьми сидят в этот момент и слушают эти вспоминания, потом они эти конфеты там кушают. Вот, кстати, в мексиканской традиции тоже такая есть вспоминание мертвых, тоже, особенно в тех... Это, кстати, традиция перешла от язычников индейцев, которые складывали кости умерших людей, специально в такие гробницы, и приходили потом родственники к этим гостям, вот они там, и это все привязали к католицизму, как бы, потому что Мексика, она католическая страна, и потом это тоже соединили, как бы, вот эту язычную традицию, и с католицизмом. Вот. Что-то хотела Софье добавить еще сказать. Я хотела сказать, то есть, как я знаю, вот масленица, там она, ну, не такая язычная, но ее, ну, ее делают, и потом, как бы, после делают, на 40 дней после. То есть, они едят блины с маслом, и потом еще раз не едят мягко, по-моему, и держатся. И это, по-моему, то ли нечто нормальное от него. Не, ну, что масло у нас это больше не так, что оно вносится, это наши, наши культурные, какой момент. Спасибо большое, Софийка, очень классно. О, Никитка и Софийка с нами, да? Друзья, смотрите, тоже Хэллоуин, тоже интересный такой праздник, он такой достаточно, ну, для нас, как бы, он вообще какой-то, ну, да? Чем он интересен? Тем, что он тоже пришел, насколько мне известно, из кельтской традиции, это кельты. Это такое было языческое поверье, как бы, что выходит, значит, души умырших людей в этот особый день, они перемещаются, значит, и ходят по квартирам, и вот, если там человек одевается в костюмы разных вот этих вот духов, разных скелетов, то якобы эти духи в этот момент могут не распознать, так это духи ходят или человек, то есть таким образом мы, как бы, маскируемся вот этот вот этот. И вот тоже Хэллоуин, он, как бы, его попытались объединить для того, чтобы с язычниками каким-то образом наладить связь, контакт, то католические миссионеры, они объединили этот, или, по крайней мере, попытались найти общий знаменатель с Днем Всех Святых. Мы, мол, мы тоже святых там празднуем, а вот вы вот это празднуете, ну, давайте как-то вместе, в общем, мы тоже, мы тоже празднуем святых. Ну, в процессе истории, как бы, про святых уже все забыли, осталось только, как говорили, в общем, в итоге. Да, Софье, что такое? Еще хотел добавить, они еще сделали такую традицию пару тысяч лет назад, и они прям ставили тыквы на улице в дом, чтобы, как бы, духи к ним не залетели, испугали тыквы, испугали тыквы и вылетели. Да, его, кстати, как-то называли... Ну, и вот многообразие вот этих всех праздников и традиций, знаете, немножко вводит такое состояние иногда в кастрацию, так все-таки праздновать и не праздновать и, а какие хорошие праздники, какие плохие праздники, в общем, вот, и вот, по сути, как бы, для того мы вместе с вами собрались вот это немножко порассуждать. Давайте мы сейчас немножечко переместимся дальше, следующий слайд. Вот у нас есть, например, давайте все-таки вернемся к библейским праздникам, кстати, многие из которых мы не празднуем. Вот, вот первый библейский праздник, который мы встречаем, это праздник Пасхи, это ветхозаветний праздник, да, Левит 23, 58. Мы сейчас будем говорить исключительно про ветхозаветние праздники, которые праздновались в Израиле. Потом такой был тоже праздник Пятидесятницы, это праздник Шавуок назывался, это тоже ветхозаветний праздник, который празднуют евреи. Потом праздник Пущей, праздник Пущей знаменателен тем, что это прообраз того, что израильский народ скитался 40 лет в Египте, после выхода из Египта, и вот тоже праздник Пущей все евреи до сих пор в Израиле во время Пасхи, они живут в палатках на улице. Кстати, у них квартира, они строят так называемые шалаши, ущелья, палатки на улице, они живут в обед этот на улице. Хотя вот у них квартира, например, это мы, если вот мы живем в доме, мы бы не в доме жили, мы бы где-то, да, мы бы поставили нам такую палатку у нас во дворе, и мы бы жили в палатке. И суть этого праздник о том, чтобы наблюдая, вспоминая, что ты был когда-то рабом в Египте, и Бог тебя освободил от рабства. Это прообраз того, что сейчас мы, христиане, дети Божьи, тоже еще не живем там, где в Царстве Божьем, куда нас Бог привел, а мы живем как бы вот в кущах. Вот в этом мы выходим из рабства. Это тоже прообраз жизни христианина. Следующий праздник, праздник первого снопа, хиби-кури, это праздник благодарности, насколько я помню, вот первого снопа, это праздник первых плодов, это праздник благодарения Богу за то, что мы получили урожай. Праздник первого снопа, дар первых плодов приносится Господу, это такое, приносится ему как бы в жертвоприношение, и благодарность Богу за уважай, за щедрость, за то, что Бог совершил для израильского народа. Следующий праздник, ну, кстати, вот праздник первого снопа, это тоже такой интересный, ну, прообраз, когда вот мы получаем ежемесячную зарплату, то мы, например, отделяем какую-то часть денег, например, как пожертвование, мы приносим там в церковь, благодарность Богу, о том, что Бог о нас финансово заботится, да. Вот тоже он такой имеет, вот, очень близкое и схожее значение, но самое наибольшее значение, это праздник жабы, такой в церквях, особенно в реформаторских церквях, протестантских праздник жабы, вот, и вот у нас в году празднуется, осенью, и вот ты приходишь в церковь, и вот там такие стоят, значит, большой стеллаж, может быть, диван там был, вот у нашей церкви когда-то, и там собирались такие овощи, караваи приносился, молились над этим караваем, и Бога благодарили за то, что Бог дал нам мобильный урожай. У нас так в школе у нас много было еды, все приносили еду. Ну, и вот, кстати, Харбест, если вы знаете Харбест, да, вот на английском языке это праздник... Вот, Харбест, это тоже праздник Шатва назывался. Вот это, это биткозаветний праздник, который праздновался тогда еще и в Израиле много-много лет назад. Праздник Труб, Труб, Рох, Рош, Хашанан. Потом, День Искупления, Йом-Кипу, Десятый день Семьего месяца был праздник предназначен для всеобщего Поста и Смирения. То есть это праздник Смирения перед Богом. Еще и много-много других праздников, таких как Ханукра, Пурим, Юбилейный год, Субботний год, Новолуние, Новомесяч, Суббота, Шабах, День Поголя. Как вы думаете, друзья, почему, какое значение библейских праздников было в этом зрителе? Кстати, многие эти праздники были учреждены Моисеем по поведению Господа. Что в этих праздниках, какой был заложен смысл, какая была идея? У нас вообще, у нас Софийка самый активный человек, вообще молодец, самый активный участок. Как ты думаешь, София? Что люди были благодарны, что они получаются, были счастливы, на что у них есть. Потому что рабы там, когда были, они были счастливы за то, что у них есть. А египтяне их нехорошо, их заставляли делать работу, потому что они не были, они не были, но они никогда ничего не считают, что им достаточно, им надо всегда больше, чтобы было всегда лучше. Они всегда думали, что у меня есть недостаточно, это плохо, мне надо больше. Ага, интересно, спасибо. Может быть, друзья, кто-то бы еще хотел поделиться, для чего Бог учредил вот эти праздники в израильском народе? Хочу одно сказать за минуту. Мы, кстати, об этом сейчас будем говорить. Израильский народ на протяжении 400 лет жил в Египте, и они тоже праздновали египетские праздники. А египетские, Египет, это была языческая страна или не языческая страна? Да, языческая. Она очень была языческая. И больше того, представьте, израильский народ живет в Египте, выходит из Египта, и Бог говорит, все, на этом ваша египетская жизнь заканчивается, наступает новая страница вашей жизни, и с новой страницей вашей жизни вы должны праздновать вот эти праздники. Как вы думаете, почему Бог учредил эти праздники для израильского народа? Чтобы израильтяне помнили этот момент, как бы Пасха, переход, перескакивание называется, из рабства в новую жизнь, чтобы Господь освободил их своей рукой, свой народ, чтобы они служили Ему, чтобы они помнили, вот это Господь хотел, вот это прописано, чтобы они из года в год праздновали это все, вспоминали. Отлично. Чтобы не забыли, да? Да, смотрите, друзья, с момента, когда израильский народ вышел из Египта, Бог говорит, я Господь, который вывел вас из Египта, я спас вас и ваших детей, вот смерти, вот погибели. С этого момента мы уже не вы сами по себе живете, как хотите, израильский народ, а вы народ Завета. Что такое народ Завета? Это люди, ступившие в договорные отношения с Богом. И Бог говорит, вы мой народ, а я только Господь. С этого момента мы, вы народ Завета. Раньше вы жили как хотя бы, где хотите, да, или нет, хуже. Вы жили как отц на уборе, вот, и у вас был хозяин, который вами там помогал. С момента освобождения говорит, я спас вас из Египта. Так, ныне мы народ Завета. И он, знаете, как определил Бог, он говорит, и народ Израиля, это жена, а я муж. Он эти отношения называет отношения брака, как мужа и жены. И о том, что он ждал от народа, он говорит, друзья, с этого момента весь образ вашей жизни, он посвящен Богу. С этого момента Бог говорит, я пекусь о вас, а вы должны помнить обо мне. И у нас Заветные отношения, да, народ Завета. Смотрите, Новый Завет. Давайте перейдем к Новому. От Ветхого Завета перейдем к Новому. Какие праздники празднует Новозаветняя Церковь? Интересный вопрос. Мы сейчас говорим о библейских и о библейских праздниках. Первый праздник Рождества Христова. Как вы думаете, давайте еще, вот Новозаветняя Пасха, вот это то, что уже было упомянуто, София об этом говорит. Какие еще праздники празднует народ Божий Нового Завета, христиане празднуют в Новом Завете? Так, София, пожалуйста. Это пятница, когда они все собрались. Хорошая пятница, по-английски Гуд Фрайдэй. Вот это было? А, на сегодняшний день это было? Пятница вот это. Гуд Фрайдэй, это, получается, это праздник, когда... Праздник и вечеря, а вот это страдание Завета. У нас называется Страстной Четвертый. Это когда была вечеря Господня перед страданиями Христа. Вот. Хорошая мысль, но это больше как поминание такая идет, вечеря, да. То есть в церкви собираются, они проводят преломление хлеба. Друзья, смотрите, такой праздник, если день Пятидесятницы или Троица. Это праздник, который празднуется после Пасхи, воскрешения Христа. И в основном это называется праздник рождения Церкви. Схождение Святого Духа на Апостола и на Церковь. Это, кстати, я сейчас говорю исключительно про новозаветние праздники. Это абсолютно никакой отсидачки. Следующее. Крево Преломление. Это тоже, как бы, считается праздник, но это, как бы, больше как поминальный день, да. Крево Преломление. Мы вспоминаем страдания Христа на кресте и воскресенье для нас, да. Следующее. Водное крещение. Или, вот, в некоторых церквях, например, такой есть праздник или праздник водного крещения, или конфирмация, да, подтверждение водного крещения ребенка в детстве. Вот, ну, у нас водное крещение, как бы, либо оно было совершено в детстве, либо оно совершается во взрослом возрасте. Вот, я, конечно, склонен считать, что надо совершать уже в сознательном возрасте поверье крещение, потому что так очень важно в Библии. Но если человек был крещен в детстве, то человеку надо пройти конфирмацию, подтверждение крещения, которое тоже в Магии Сергея практикуется, но оно подпрактикуется, как идет на основании исповедания веры. Этот ребенок, он должен исповедать Иисуса Христа своим Господом, посвятить свою жизнь для него. Ну, лучше всего, конечно, все-таки креститься поедать еще раз. Но, опять же, это еврейское такое непонимание. В Евангелии в этом тоже написано, когда была практика, когда перекрещивались ученики Иоанна и Престителя, они перекрестили своими Иисусом Христа. Следующий праздник. Другие праздники, которые празднуются не во всех церквях, но события встречаются в Библии. Жан. Мы об этом говорили. Харкест. День Благодарения. Да, это День Благодарения. Во многих, например, празднуется, индюшка там запекается. Кстати, вот здесь индюшка запекается. Следующий. Крещение Иисуса Христа. Праздник крещения. Слышали, какой праздник, да, друзья? Особенно в православной церкви. Праздник. Ага. Я еще увидел, как там один дяденька увидел Иисуса, и дяденька сказал, Иисус, ты меня хрещай. А Иисус сказал, нет, ты меня хрещай. Да, вот это праздник крещения. Собенно верно. Праздник крещения Иисуса Христа. А потом такой праздник возвещения есть. Если кто помнит. Это не Благовещение? Да. Благовещение Господне. Помните, откуда этот праздник? На основании какого события Благовещения Господне? Когда старец Симеон, дальше, старец Симеон, ему Бог открыл, что ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь спасение Господне, да, веселье. И он говорит, все, видели, учи мои, спасение Израилю, и т.д. Вот это называется Благовещение. Он благовещает приход Спасителя в мир. Еще такой праздник, въезд Иисуса Христа в Иерусалиму. Помните, да? Тоже православная церковь празднуется, и протестантская церковь тоже празднует. И еще я помню, такой, значит, у меня был момент, у меня бабушка, она была в Старообляческой церкви, потом она перешла в евангельскую бактийскую церковь, но она иногда использовала традиции православной церкви, например, вот мы приезжаем дальше, там разброшились на такие вот, я не помню, там на полу такие ветки, я не помню, как она называется, пахучие. Я говорю, бабушка, а что это такое? Что это значит? А это внучок ест на шоу. Это после воскресенья. Это на зеленые свято, когда возле дверей и на полу укладывали ветки любого дерева. Ну вот, бабушка раскидала пахучие. Друзья, смотрите, вот еще несколько список праздников, которые они условно, но они религиозные, но они не новозаветные, не библейские. Вы тоже их надо знать, то есть они встречаются, но они вообще касаются конкретно какой-то конфессии. Кто бы мог бы зачитать список? Это, кстати, это не все. Рождество Пресвятого Богородицы, или непреручное начание Девы Марии. Это католическая традиция. Отвижение Пресвятого, ведение во храм Пресвятого Богородицы. Торжество Пресвятого Богородицы, да? Ну да. Благовещение Пресвятой Богородицы, обрезание Господней и память Святого Василия Ведиктора. Рождество Иоанна Отместителя. Усекновение. А, блогу Иоанна Отместителя. День святых первых первых полных апостолов Петра и Павла. А Петра и Павла Владимир. Друзья, скажите, откуда взяты эти праздники, как вы думаете? Сережа, можно еще вставить два слова? Два слова вставить. По второму списку. Там еще есть Вознесение Господне. И когда апостол Иоанн и Петр были с Христом на горе, там еще два праздника есть. Которые на второй списке. Молодец. Спасибо. Все, отпустил. Один праздник отпустил. Жаляйте. Ага. Вот эти праздники откуда они взялись? Как вы думаете? Преображение. А вот эти просто так, чтобы вековечить как-то. Ну, по сути, друзья, это народные традиции. Как бы так. То есть они, вот некоторые из них есть, вот истории встречаются в Библии, да, как поминальный день, например, отсечение головы Иоанна Крестителя. Ну, тоже праздником это условно назовешь, как бы, да, это поминальный день. То есть, видите, то есть есть библейские праздники, есть Новозаветние, которые празднуются всеми церквями без исключения. Есть конкретно вот касающиеся вот какой-то конкретной церкви и традиции этой церкви. Вот, например, большое внимание уделяется католической православной традиции именно Марии, Матери Иисуса Христа. И прям там целая-целая очереда праздников, касающихся Марии, Марии, да. Но удивительный тот факт, что на самом деле богословие, которое создавалось вокруг Личности Марии, оно создавалось с восьмого века по Рождеству Христову. Представляете, 800 лет прошло с момента вообще Рождества Христова, и вокруг вот этого вот, как бы, размышлений над личностью Марии появлялись праздники, да. Они не были с самого начала, они вообще, их лет в Новом Завете нет. Это традиции уже религиозных дум, христианских конфессий, их в основном празднуют вот внутри самой конфессии. Друзья, смотрите, давайте теперь вот такой вообще вот возьмем два библейских текста, мы сейчас уже конкретно будем брать два библейских текста, и мы порассуждали на тему, как учреждались праздники, с одной стороны, бесказоветные, а с другой стороны, какие у нас есть универсальные принципы, которые мы можем применять по отношению к празднику. Например, какие праздновать праздники, какие не праздновать, праздновать, где они. Ну, то есть, правильно понимать, что происходит. Давайте ветхий замет сейчас возьмем. Перед тем, как мы прочитаем библейский текст, смотрите, я немножко расскажу ситуацию. Народ израильский планирует после еврейского мнения войти в Ханадскую землю. Смотрите, вот здесь вот видно, да, вот израильский народ. Я сейчас возьму. Бензек. Вот, израильский народ, который в то время насчитывал порядка трех миллионов людей, он, Бог ему дал повеление выйти из Египта и зайти в палестинскую, ну, территорию современной Палестинки. Смотрите, какая ситуация была. На палестинской территории проживало семь народностей. Семь разных народов, абсолютно с разной традицией, с разными праздниками. Были, например, такие вот традиции, когда детей приносили в жертву. В основном праздники были религиозные, и они были языческие праздники. То есть, например, были такие праздники, которые праздновались вот в этих народностях, когда молодая девушка, которая еще не замужняя, должна была принести в жертву какому-то там богу для того, чтобы был урожай, например. Но такие какие-то дикие, вообще не просто дикие для сегодняшнего времени, дикие для того, какие они праздники, вот они праздновались в Палестине. Представьте ситуацию. Вот израильский народ, Бог ему дал повеление войти в эту землю, которую он когда-то, когда-то давно помещал Аврааму и поселиться в этой земле. Ну, там семь народов, там стоят города, там стоят вот эти рощи. Рощи — это там есть места, где люди поклонялись этим идолам. Как должен был себя правильно помести народ? Какая правильная позиция? Вот давайте сейчас прочитаем библейский текст, какое бог дает повеление израильскому народу, который должен зайти на территорию чужую и ее как бы ассимилировать в территорию. Посмотрите, что здесь написано. Давайте, кто мог бы прочитать вот этот библейский текст? Про законе седьмая глава 1.10. Кто мог бы прочитать этот текст? Не видно на этом. На экране не видно? Ну что, серьезно? Сейчас видно, но там... Видно, видно уже, но немножко сместить. Итак, второзаконие 7.1.10. Когда Господь, твой Бог, ведет тебя в землю, куда ты идешь, чтобы завладеть ею, и прогонит от тебя многочисленные народы — хетов, герсеев, амореев, хананеев, перезеев, хивеев и ивусеев. И когда Господь, твой Бог, отдаст их тебе, и ты разобьешь их, то ты должен уничтожить их полностью, не заключая с ними никакого договора и не оказывая им никакой милости. Не заключай с ними браков, не отдавай своих дочерей за их сыновей и не бери их дочерей в жены своим сыновьям. Они отвратят твоих сыновей от меня к служению другим богам, и гнев Господа вспыхнет против вас и быстро тебя уничтожит. Вот что вы должны с ними сделать. Разрушьте их, жертвенники, разбейте священные камни, срубите столбы ашеры и сожгите в огне их идолов. Ведь ты святой народ Господа, твоего Бога. Господь, твой Бог, избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был его народом, его драгоценным достоянием. Отлично. Жестоко звучит, да? Страшно звучит. Ну, я хотел бы такое сказать за милку, что, друзья, они не приходят в чужую землю, они не захватывают чужую землю. Они возвращаются в свою землю, в которой они жили 400 лет назад. Я думаю, что это не то, что, например, ну давай сейчас зайдем, люди себе там живут, спокойно, никого не трогают. Давай сейчас возьмем тут мечи, сейчас пойдем и порубим. То есть Абрам с его потомками, с его семьей, он жил очень много, сотни лет там жил. Потом они вышли, это семья в Египет, они жили там 400 лет, и Бог говорит, просто вернись в свою землю. Вот представьте ситуацию, вы, например, вот у вас есть семейная дача, которая перешла вам по наследству. И вот это дача вашей бабушки была. И вот по какой-то причине вы с родителями выезжаете в другую страну, и вот вы живете с родителями, уже и родители такие преклонного возраста, ну и похоронили вы родителей, и думаете, ладно, надо возвращаться обратно, у меня же там дача бабушки осталась, и вот приезжаете вы обратно, приходите, а у вашей дачи живут другие люди. Сразу рисунный вопрос, ребята, так это же наша вообще дача. Они такие, да, ну что, это вообще, тут никого не было, мы просто поселились, мы тут живем. Скажите вам вопрос, вы как бы будете бороться за ваше имущество, вашей бабушке? Или вы скажете, да ладно, ребят, живите, вы же хорошие ребята, вы же хорошие люди, а они там еще притон устроили, там себе там варят, эти вот приводные дачи, вот. Ну понятно, что будем бороться, это наследствие наших бабушек, вот, и вот выгоняйте в этих жильцов, в кавычках, заходите там притон, там варят наркоту, там шприцы валяются вокруг, что мы будем делать? Мы берем, конечно, этот пылесос, берем венник и всю эту гадость туда выметаем и начинаем делать капитальный ремонт, потому что мы же не будем, нет, хорошо, пусть шприцы лежат вот там в углу, а вот здесь пусть вот этот аппарат, что мы варим, вот этот мак, пусть тут тоже остается на всякий случай. Нет, мы полностью все убираем, мы полностью все чистим, это дальше приводим в порядок. В общем, друзья, где-то похожая ситуация была в Собиральском народе, я немножко наш погрузил в современный контекст. Почему? Потому что если мы шприцы оставим и вот это варенье там оставим, то наши дети случайно этим шприцом уколятся, слезы, несут какой-то гепатит, будут играться этими шприцами, да? А кто-то начнет нюхать там вот этот порошок, его надо полностью убрать, потому что дети начнут это употреблять, как бы. Друзья, вот что-то похожая ситуация произошла в Ветхом за этим. Бог сказал, ребята, верните свою землю, это ваша земля, я ее уничал в раму, я сказал, это ваша земля на веки. Но пока вас там не было, там такое начало твориться в этой земле, что там семьи народов расположились, и они начали там чудить просто. Но если вы вернетесь туда, в рам, и вы вот это все не уберете, что произойдет? Что здесь написано в тексте? Бог разгневается. Бог разгневается. Но почему разгневается? Ну, не просто так разгневается, какая-то причина есть. Жениться будет. А что? Жениться не будет. Народ говорит, ваши сыновья начнут жениться и выбивать замуж своих дочерей. Не вы, ваши сыновья. И что потом произойдет? Какое будет следствие потом? Они будут служить другим богам. Они отвратят... Они отвратят твоих сыновей от меня к служению другим богам. Вот. А сочи я что-то хочешь сказать? Они будут... Они будут начать это делать, и потом не смогут перестать, и потом Бог хочет у меня задлиться и их землю разрушить. Абсолютно верно. Так и написано. Быстро тебя уничтожат. То есть, смотрите, компромисса в этом вопросе не должно будет было быть никакого. Вы заходите в чужую землю, берете лейник, пылесос, и всю эту гадость садуту надо убрать. Вот почему? Потому что дети начнут этим заниматься. Я же не хочу, чтобы у меня дети были наркоманы и алкоголи. Поэтому мне надо это все вычистить. Ну, в 21 веке это звучит очень логично. Это звучит круто. Да, конечно. Но если мы смотрим на ту ситуацию, нам кажется, ну что, ну там, ну идолы себе стоят. Ну там, ну там, они горьми устраивают себе там, ну в определенные праздники. Что-то приношение там детей приносит. Ну а что-то такого. Это страшно на самом деле. Это дети, это люди, они вовлекаются в этот процесс. Они начинают праздновать эти праздники. Начинают делать то же самое. Смотрите, друзья. Что говорит, что мы узнаем здесь о народе Божьем? Что это за народ? Вот какой дает характеристика Богу про этот народ? Что говорит Бог про них? Вот шестой стиль. Что Бог говорит о народе? То есть мы сравниваем языческие народы и народ, который проходит? Шестой стиль. Достояние, нет? А. Ведь ты святой народ Господа, твоего Бога. Господь твой Бог избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был его народом, его драгоценным достоянием. То есть видите, у Бога есть определенное понятие. Вы не просто народ, вы драгоценный народ. Вы святой. Знаете, что значит слово святой? Святой – это не тот, у которого гибло такой свет. В Библии святой – это отделенные. Вы не такие, как эти люди. Вы другие. То есть когда ты попадаешь в это общество, ты видишь, что вот эти люди другие. Это святые, отделенные. То есть в Ветхом Завете как это говорилось. Например, вот у меня, грубо говоря, есть вот этот, ну как это, чехольчик, да? Если это чехольчик, я вам отделяю сторону, это называется святой чехольчик. То есть он видит вам святой не от того, что он светится, а потому что я его в сторону положил. И он говорит, я этот народ отделил. Вы святой народ. Вы божья, ну, такой вот, как кто особый народ. И он говорит, смотрите, единственный способ, каким образом вам не ассимилироваться, единственный способ, как вам не стать, не святым, это единственный способ, он говорит, вы должны, говорит, уничтожить, к сожалению, эти народы, вы должны уничтожить их полностью, не заключать никакого договора, не оказывать им никакой милости, не заключать брак. Кстати, через брак это будет очень сильная ассимиляция. Вот, например, если наши дети женятся на англичанах, и англичанах, ну, вы понимаете, то есть это уже не будет, дети, украинцы, русские, белорусы, молдаване, это уже будет, потом англичане, они через два поколения язык уже забудут. Поэтому Бог запрещает, Он говорит, этого делать нельзя. Вы должны сжечь всех идолов. То есть вы должны очистить полностью вот это место, как бы расчистить для нового народа, да, для народа, который пришел. Правда и сестры, вот это, вот этот принцип, который здесь указан, это принцип, который соответствует ситуации, когда наслаждается контр-культура в другом месте. Скажите, мы живем сейчас в 21 веке. Вообще такое применимо на сегодняшний момент в 21 веке вот такие методы, которым пользовался израильский народ. А они как-то махают головой, значит, она что-то знает. Неприменимо. То есть взять, например, этот, гранату кинуть или поджечь какой-то, вот мы недавно проходили, а там такой дом весь полностью, скелеток, черепа, знаете, то есть лучше не поджигать этот дом, да, а вот вы живете празднуете. Почему неприменимо? В 21 веке вот такие принципы, которыми пользовался израильский народ, как здесь. Время поменялось. Поменялось время, еще. Свобода слова, права человека, не знаю. Права человека, свободы. И там, что Христос нас, как нам, ну, предпочитает. Да, то есть насильственные действия по отношению к культуре и верованиям других народов, людей неприменимо. Да, я не могу прийти и сказать, а, что, да вообще не христиане, все, сейчас дубину взялся и погонял тут. Вот. А, что вы тут вообще тут вообще кто-то празднуете, непонятно что. То есть оно неприменимо. Так делать нельзя, да. Скажите, а что, что нам делать тогда? Что-то получается праздновать. Я недавно разговаривал с одним молодым человеком, и у меня такая фраза, так я вам говорю, а у нас другого варианта нет. А мы будем это праздновать? Мы обязаны это праздновать. Оно вообще везде. Вот. И я такой думаю, о, интересная позиция. То есть или все, или ничего. Да, то есть мы обязаны праздновать, потому что все так делают. Хорошо. Смотрите, друзья. Да, София, что ты хочешь сказать? Мы не можем все делать, что мы хотим, потому что в один день нас кто-то скажет, так нельзя делать, и попытается сделать так, чтобы ты это не делал. И потом начнется драка, и потом не будет мира, и потом война, и потом мы все будем нехорошие, и потом нас Бог накажет. Ага. Интересно. Да, но войны не надо. Да, друзья, абсолютно верно. Это неприменимо сейчас. Вот эти методы причем, потому что это была ветхозаветная история. Это была репатриация еврейского народа, и они по сути для себя организовали землю, как они понимали, как ему это Бог указал. Давайте мы сейчас откроем новый совет и немножко уже вот заглянем, а на самом деле, а как нам, христианам, поступать в 21 веке? Какими критериями должен пользоваться христианин в выборе праздника или по отношению к другим верам? Ну, то есть, ну, это везде, ну, это что, что везде, то, то есть, получается, Анечка говорит, вы услышали, да, Анечка, что сказала? Получилось услышать, друзья? Да? Да. Мы переводим, мы переводим вот этот материальный принцип в духовной принципе, то есть мы буквально физически это не делаем, да, но мы в духовном формате, мы не соглашаемся это делать, да. Ну, а теперь давайте посмотрим Новый Совет. Смотрите, апостол Павел пишет послание к ефтистям. Ефис, если вы, как вы помните, Ефис, как вы помните, это был греческий город, который находился в греко-римской культуре, которая была пропитана полностью языческой культурой. Греко-римская культура, она полностью была языческая от основания до пя, от темечка головы до пя. Все праздники в основном были религиозные, праздники были абсолютно разные, до безубидных, до страшно блудных и безобразных, праздников с положительными приношениями. В Ефисе даже стоял такой храм Артемиды Ефиской. Люди верили, что храм Артемиды Ефиской был построен на месте, куда был сброшен облик Артемиды с космоса, с небес в это место. И там построили громадный храм, в котором делались, сражались корки, страшные вещи такие вот. И продавали себе корки этих храмов, люди большие деньги на этом зарабатывали. И в Ефисе находилась церковь. И теперь вполне логичный вопрос. Ребята, так что теперь, если мы находимся в Ефисе, и люди празднуют эти праздники, кушают это положительное мясо, что нам, тоже этим заниматься? С другой стороны, так что нам теперь брать дубину, бейсбольную битву, и это все там крушить и ломать, потому что они это делают? Как правильно себя вести? И вот апостол Павел пишет письмо, он пишет послание христианам, которые живут в Ефисе, в языческом городе, и в греко-римской вот этой культуре. Кстати, язычная культура была везде отличная. Например, ты идешь набирать воду в фонтан. В фонтанах из-за того воду набирали. То есть там были культурки, там набиралась вода. Ты подходишь к фонтану, друзья, и на фонтане написано лозунги в честь богов. Ты набираешь воду в этой чаше. И с другой стороны, можно сказать, ой, тут же написано богам, что-то надпись какая-то. Я эту воду вообще пить не буду, она посвящена этим богам. Идешь на рынок покупать мясо, а там вообще, ну, там было только что с жертвенника принесено, бесплатно раздавалось. И вот надо было как-то найти вот этот компромисс, как поступать в христианские церкви, чтобы с одной стороны перед Богом это было правильным, а с другой стороны тоже, но ты же с голову даже не будешь умирать и с жаждой, потому что там везде написаны эти фразы. И вот смотрите, что пишется в послании кефесянам. Можете открыть тоже в Библии, послание кефесянам, пятая глава, первый стих, с 8 по 17. Кто мог бы прочитать этот текст? Это наш основной сегодня текст. Мы сейчас над ним рассуждаем и сделаем это. Послание кефесянам. У меня единственное написано в новом современном переводе, может быть, у вас будет Синаида. Кто хотел бы прочитать этот любезный текст? Я могу прочитать с удовольствием. А, как вы? Кефесянам 5, 1, 8 и 8, 17. Жизнь в языческой культуре. Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Когда-то вы были тьмой, но сейчас вы в Господе, вы стали светом. Живите, как дети света. А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. Старайтесь разузнать, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Напротив, обличайте, разоблачайте эти дела. О том, чем такие люди занимаются в тайне, даже стыдно говорить. Но все тайное при свете становится явным. Свет делает все видимым, поэтому и говорится. Проснись, спящий, воскресни из мертвых, и Христос осветит тебя. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Время обманчиво. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Спасибо большое. Друзья, вообще, я думаю, что этот текст, это вообще основание нашей жизни, имеется в виду среди других людей. Как правильно себя вести. Что после Павла пишет церковь? Вообще, как он называет вот эту церковь, которая находится в Ефесе, в этом язычественном богоне? Как он называет эту церковь? И вот людей, которые там живут, живут христианами. Как он их называет? Тьмой. Тьмой называет. А что? Ну, давайте сделаем стеканчик. Тьмой. То есть, он христиан, но они были то-то, как вы веровали тьмой, назывались они. А как они называются, когда они веровали? Первый стеканчик. Когда-то вы были тьмой. Любимые дети. Светом. Любимые дети. Стали светом. Ее любимыми детьми. Дети божьи. Мы божьи дети. Друзья, я вас поздравляю. Это круто вообще. Меня это очень благодарит. Я божий ребенок. У меня небесная теса есть. Смотрите. Вот они были до того, как они были с Богом, они были тьмой. Проказом, да? Люди тьмы. Когда они встретились с Богом, когда Христос спасся, кем они стали? Дети светом. Дети светом. Десять. Тоже хотелось сказать. Хорошо. Дальше. Что он еще как-то называет? Ну, пока вроде бы все, да? Дети света. И свет, да? Вы стали светом. Да. Вы стали. Вот свет. Теперь вопрос. Друзья, если мы дети света, если мы любимые божьи дети, что ожидается от нас, как от детей божьих, от детей света? София, пожалуйста, по тексту. Ты можешь ли, да? Ну, да. Ага. Поступайте осторожно и не будьте глупы в ваших поступках. Так, поступайте осторожно. Ага. И не как глупые полка. Не как глупые. И будете, ну, как мудры. Да. Как мудры поступайте. Ага. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Ну, то есть, с одной стороны, это что-то плохое, да? Потому что это внимательно, да? А с другой стороны, оно еще и бесполезное. Ну, блин. Мне кажется, даже вредное, да? Это бесполезно. Ага. То есть, получается, что они находились в среде. И, кстати, мы тоже так. Ну, у нас часто окружает ситуация, где есть дела тьмы. То есть, есть какие-то темные, такие вот, ну, демонические дела, да? Но дела тьмы имеются в виду, как демонические проявления. А с другой стороны, мы говорим, что, ну, а что здесь такого-то такого? Ну, то есть, здесь бесполезно. Ну, то есть, ну, и в этом и хорошего ничего нет. Да. То есть, смотрите, в чем проблема? Что дети Божьи, они могут в этом участвовать. Представляете? А он говорит, а вы не участвуйте в этом. А меня никто не заставляет в этом участвовать, если я сам этого не закончу. Правда? Ну, то есть, это мой выбор. То есть, он говорит, не участвуйте. Потому что это дела бесплатные, бесполезные, раз. И, во-вторых, ребят, мы это делать выкроем. Тут все и понятно, да? А что мы должны делать, друзья? Мы не участвуем в этом. Ну, можно сказать, ну, мы как искраю, говорят, я ничего не знаю. Это для моей... Он говорит, хорошо, вы не участвуете, но, хотя бы поможем, что вы должны делать? Живите, как истина. Разоблачайте всех спящих. Смотрите, друзья, второй, но разоблачайте. Разоблачайте. Что такое разоблачайте? Как вы думаете? Говорить вслух об этих жилых и делах. Да, то есть... То есть, сдавать правильную оценку, да, происходящую? То есть, с одной стороны, он говорит, не участвуйте в этом, да? Но, с другой стороны, он говорит, мало того, что не участвуйте. Поясняйте людям, поясняйте людям, что это делать вы. Это плохо, это зло. В этом ничего хорошего нет, ничего... Ну, плода никакого, да? Разоблачайте. Еще, друзья, что вы еще должны делать, как дети Божьи? Включайте. Включайте, да. Ага. Вот это слово попротив, да? Вместо этого разоблачайте. К чему еще призывает апостол Павел, крестьян, живущих в язычественном городе? Ну, поступать осторожно, мы можем говорить так, да? Поступайте осторожно. Но дорожите времени. Ну, то есть, используйте время, да? Дорожите времени. Так, то есть, использовать время, используйте. То есть, время дает человеку на какое-то время дать. То есть, он не может... Ну, вот у меня там времени столько... Живу, как хочу, да? Он говорит, нет, тебе дается лимитированное время. Ты должен им дорожить. А знаете, почему вы должны дорожить? Здесь, здесь ответ в этом тексте, в вишнанском стихе. Почему вам нужно и время не дорожить? Потому что... Выведение назад, да? Время обманчиво. Я смотрел в греческом переводе, там интересно написано, что... Время, оно лукавое, оно обманчивое. То есть, у нас в сознании, у меня в голове кажется... Да, слушай, у меня вся жизнь еще впереди. А тут главное, все, и не стало человеком. Завтра. И человек такой, знаете, он живет такой всю жизнь. Как будто Бога нету, знаете. И да, там у меня вся жизнь впереди. И еще там 50 лет впереди. А кто тебе сказал, что тебе 50 лет впереди? Его никто не сказал. Человек может идти раз, у него что-то там не сработало, сердечко. И все, и нет человека. Поэтому, друзья, апостол Павел говорит, ребята, тряситесь. Настроитесь на волну, как бы мы скоро. Ну, кто-то раньше, кто-то позже. Вы тут не личные. Будьте осторожны со временем. Вот, например, такой приведу пример. Когда-то вы ездили в педжерский лагеря? Есть ли, да? А кто может поделиться? Сколько вам давали родители на карманные расходы? 20 копеек в день. 20 копеек в день. 20 копеек в день, правда? А там все было оплачено уже. Питание оплачено. Это в то время, когда пачка спичек стоила 1 копейка. 1 копейку. И мороженое на 15. Так что это были большие деньги. Советский Союз. Мне мама давала 5 рублей. На все время, да? Да, на все время. Там на 3 недели. И она говорит, Сережа, смотри, я тебе даю 5 рублей. Больше денег нет. То есть имеется в виду, что... Да, мне еще мама даст. Там 50. Не, у тебя только 5. И знаете, что делал Сережа? Сережа понимал так, что посмотреть видеотиль. А коператоры когда-то ставили видеотиль в АВТ, да? Вот у нас рубль стоил сеанс. То есть я посчитал, что у меня, значит, мороженое стоило 60 копеек. Посмотреть видео один в АВТ стоит. И надо было еще какие-то фрукты, да? Я распределял эти деньги. То есть у меня была задача посмотреть один бэйби. Там я помню Рэмба, когда я что-то такое смотрел. Потом я должен был мороженое за 60 копеек в крыму купить. И должен был... Все. А денег больше нет. Я должен был поступать мудро. Как разумный. Как мудрый. Потому что деньги мало, да? Но есть другие дети. Они гуляют за все. И потом три недели уже на высоком пойти. Но точно так же люди относятся ко времени. Одни люди к этому мудро относятся. Одни понимают, что жизнь не вечная. Надо мудро пожить эту жизнь. А другие там на все. Смотрите. Не будьте легкомысливыми. Лучше старайтесь понять, чем заключается Божья воля. Что это значит? Что это значит, друзья? Ну, узнать, как мне нравится. Ну, если, например, у меня такие простые звезды, то лучше постарайтесь узнать, что Бог хочет конкретно от вас. Ну, то есть, в этом ничего плохого нет. Ну, то есть, посмотрю этот фильм, например, да? Ну, это же ничего плохого нет. Но это не значит, что это полезно. Если в нем нет ничего плохого. Либо там праздник. Либо там, куда-то пойти. Это все что плохого. Ну, и пользуйтесь. Ну, абсолютно согласен, Санечка. Ну, смотрите. Если с современным языком перепразить, то не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, что нравится Богу и какой у Бога план на вашу жизнь. Какой у Бога план на вашу жизнь. Вообще, для чего Бог мне жизнь дал? А почему мне дает здоровье? И он говорит, посмотрите, спрашивайте у Бога. Узнаете у Бога. Смотрите, еще вот такой вот текст. Десятый стиль. Кто может прочитать Десятый стиль и немножко дать комментарий? Старайтесь разузнать, что приятно Господу. То есть, как бы мы должны изучать, читать и спрашивать у братьев, сестер, у пастора, что приятно Господу, что нам надо делать и напротив, чего не делать. И постепенно, постепенно мы будем как бы возрастать в этом. Друзья, смотрите, вот живя, проживая нашу жизнь с детьми, я должен спросить, а вот то, что я сейчас делаю, то, чем я сейчас занимаюсь, это Бог вообще приятно? Но Бог радуется от того, что я сейчас этим занимаюсь. Вот это и вот этим. Понимаете? То есть, это очень серьезный вопрос. И вот, вот это очень сильный критерий. Потому что мы, я верю, что мы должны Богу приносить радость. Потому что Бог нам приносит радость каждый день. От того, что мы живем, спим, теплые дома, у нас есть работа, нам радостно от этого, правда ли? Мы можем куда-то путешествовать, это Бог нам приносит радость. Теперь вопрос, а так как я живу, вообще Богу это приносит радость? Ему приятно смотреть, он мой дитю мою света, да, вот мой сын, моя дочь. Вот он живет, сейчас вот есть ситуация, он вообще, я рад. Почему это важно? Потому что мы имеем детей. И вот если представьте, вы приходите в школу, и к вам приходит, учительница говорит, слушайте, я просто, ваша дочь, ваш сын, это просто, это гордость школы. Вам будет приятно? Приятно, да? О, это же мой сын, это же моя дочь, мы правду выдали. Или другая ситуация, приходите в школу, ну, в общем, с вами тут надо поговорить, тут одна ситуация у нас произошла, ну, там нет, ваша дочь огнетушитель, и потом его потушила школу. В общем, надо что-то с этим делать. Как вам приятно будет это? Или ваш ребенок обманул, да, или ваш ребенок кого-то там побил в школе. Друзья, вот то же самое и с Богом. Богу приятно, когда мы приносим радость ему, его окорчает, когда мы делаем что-то плохое. И вот проживая эту жизнь, я просто говорю, Господи, а то, что я делаю, это Бог, это тебе приятно, ты это приносит тебе радость? Не важно даже, какой это праздник или что-то. Дальчик, что-то что-то. мне кажется, когда он уже с Господом, ну, вот я просил, знаешь что, когда я именно занимаюсь дуаном, ну, такое бесполезное, да, ну, бесполезные вот такие дела, я и сама до этого радость не получала. Ну, то есть в тот момент, возможно, оно как бы, ну, мне весело, да, у меня все равно такая пустота внутри. Ну, то есть это, с одной стороны, потому что я ребенок Божий, да, я должна узнавать, что Бог, это, а с другой стороны, с другой стороны, я сама не буду жить полноценной жизнью, да, время использования, вот так. Хорошо. Спасибо, Анечка, за комментарий. Друзья, смотрите, сейчас там выключили свет, опять же, я говорю, тут какие-то чудеса происходят. Друзья, чудо совершилось, везде темно, у нас свет. Господь держит ангелами свет в этом зале. Я не знаю, это чудо, я вижу, это чудо. И там сейчас нет, поэтому, я думаю, что нам надо хоть и ночью закрываться, чтобы здесь, я думаю, что будет скоро закрываться, и вы увидите. Вы угадали, что? У меня такой вопрос, дорогие, у меня такой, может, я говорю, здесь, давайте каждый по одному тезису, что я буду делать, как я буду праздновать, как я буду жить. Один тезис. Давайте начнем с Софии. А что такое тезис? Тезис, это короткое утверждение. Одна идея. Идея. То есть, недолго, а вот тезис, я буду. Я сегодня узнал, я буду. А, то есть, я не буду другим Богом молиться, что они там самые лучшие, что Бог, все, ты уже не мой Бог, я не твоя дитя, все, вот эти мои боги, все, ты здесь, даже все, мы тебя уже, мы тебя уже из работы выгнали, ты с нами больше не работаешь, мы вот нового пригласили. Окей, спасибо. Назар? Значит, я думаю, что ты там, если тебя Бог было ослабляет, и ты ко мне подходишь, и начинаешь уменьшить, я уменьшить, я уменьшить, и уменьшить, и уменьшить, что, я учитель, ты, что, ну, меня просто ослабляет, больше детей, но я бы лучше уменьшить, я уменьшить, ну, это все, ну, вещи, которые не так обманут. Назарчик, он, как я понимаю, просто как-то делился своей корюшкой. И по теме, что не надо колениться, друзья, по теме, пожалуйста, по теме «Дети Божьи», вот я буду делать это, вот я понял, что я не праздную или праздную, или вот поступаю потому что и я буду это делать. Какой-то тезис, пожалуйста. Знаете, я как бы то, что, помню, Павел такое, однажды сказал в местописании, как бы, мне все позволительно и все можно, но не все полезно, как бы. Я, например, акцент делаю на то, что больше, что наседает мой дух, а не то, что угошает мой дух. Многие вот эти все праздники, которые празднуют, на самом деле, если ты даже туда идешь, как бы, ты акцент на это не делаешь, но даже присутствуешь там, почему даже оставьте эти все собрания, так же Павел говорил, то все равно идет угошение духа, даже если ты в сердце свое это не принимаешь, но там присутствуешь. я, например, в своем решении просто у меня такая ситуация была, другу рассказывал о Боге, он говорит, все, у нас просто сейчас все, все, решаем. И вам, еще, пожалуйста, друзья, кто там у нас в зуме, пожалуйста, побегитесь. делать приятно Богу, сразу понять, в чем воля Господа в нашей жизни, и последнее подражать Богу. Замечательно, спасибо, друзья. Делать то, что угодно Богу, и наоборот, не делать то, что противоположно, стараться не участвовать по мере возможностей, не участвовать в делах тьмы, как бы все живем в этой стране, вообще в этом мире, мирском, и ходим на работы, где, конечно, один человек верующий, не одного работает с тобой, стараться как бы держаться, помнить, кто ты есть, держать себя в рамках, что дитя Господне и дитя Света. Отлично. Я, кстати, сказал еще, смотрите, написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, подражайте Богу, как дети Божьи. Так вот, смотрите, когда мы приходим даже в общество людей, которые, например, не дети Божьи, они живут во тьме. Это не значит, что я должен так искрестить, вы это не то делаете, а что это вы пьете, а что вы тут курите. Бог, на самом деле, это Бог есть любовь, он дарит людям любовь, то есть мы должны людям проявить сострадание и любовь, мы не должны их осуждать. То есть в этом проявляется наша любовь. И когда мы разоблачаем людей, это не значит их осуждать, а надо просто людям пояснять, друзья, ну лучше это не делать, вы же от этого будете страдать, поберегите ваше здоровье, да, состраданием с любовью. Не стоять в стороне и видеть, как человек убивает свое здоровье, употребляет какие-то напитки или участок в делах тьмы, проявлять любовь и заботу и просто сказать, ну друг, ну ты же себе же можешь делать своим детям, но ты детей чему воспитываешь, да, но Бог тебя любит. То есть вот этот момент это то, что я себе делаю вывод и я им делюсь, да, потому что я это не упомянул, но я хотел это упомянуть. Еще, друзья, кто бы хотел поделиться, что я буду делать? И все одно отдельное задание. Я сядь твою молиться, чтобы Бог мне дал желание. Ну, во всем спрашивать типа, кто для меня это делать или нет. Ага. Ну, то есть все решения от жизни, да, как время проводить, какие решения, ну, что, внимание обращать там свое приоритеты расставлять. Отлично. Друзья, тогда у меня есть предложение помолиться. А вот. Бирджина и Виталия. Можете поделиться, если вы знаете. Ну, я могу сказать, что тяжело быть немножко светом иногда, когда среди неверующих находишься, но надо стараться. спасибо. Согласен. Тут, смотрите, главная идея не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Библия говорит четко, мы не живем в сером мире, мы живем либо в белом, либо в черном. Этого Библия по-другому, она не, она дает четкий контраст. То есть, нету такого, есть рай и ад, есть что-то посерединке такое. Вот мы сейчас живем посерединке, да, но придет момент, когда нам надо определиться, где мы, мы или там, или там. И Библия говорит, что мы принимаем решение, конечно, участвую я в этом делах тьмы или не участвую. Вот, к чему призывает нас Господь. Друзья, у меня есть предложение помолиться сейчас и будем закругляться. Очень благодарен Богу, что у нас все-таки верно.